итак всем привет ты сегодня на канале спорт икс и сегодня я тебе расскажу о том как правильно принимать протеин протеин это пищевая добавка для тех кто активно занимается спортом но он подходит не только для спортсменов и для обычного питания он тоже подойдет если твоем рационе мало белка то ты можешь вполне употреблять нормальный протеин какой-нибудь какой-нибудь проверенной марки вот но для начала тебе стоит перестраховаться для того чтобы понять подходит тебе протеин или нет тебе стоит купить пробник и только потом уже покупать нормальную банку протеина потому что если ты вдруг сейчас купишь 5 килограмм прото и просто офигеешь потом если тебе не подойдет его не сможешь съесть или вкус там не подошел или пущен будет от него ужасно поэтому лучше сперва покупать пробник есть такого есть конечно но если нет возможности того как выкручиваться выкручиваться по-другому из чего делают протеин протеин делают можно так сказать принципе из вторсырья примеру сывороточный протеин делают из молочной сыворотки он от потому называется сывороточный то есть берут сыворотку которая осталась там допустим на молоковозно молокозаводе до производства там масла творога и чё чему ну в общем не всех молочных продуктов вот эту вот сыворотку которая осталась ее высушивают а сухой остаток который от нее остается и использует потом для изготовления протеина это и называется сыворотка сывороточный белок ну или другими словами казеин есть еще и яичный протеин яичный протеин как понятные звания тоже делают из яиц что используют для изготовления этого протеина используют именно сам белок яичный белок его также высушивают как из сыворотку а сухой остаток уже используют для изготовления прото с ковяжем протеином то же самое есть еще пример протеины растительного происхождения это соевый протеин там со гидролизации называется это соевый концентрат там как порой очень большое количество белка содержится это порядка 85 90 процентов на 100 грамм продукта но совы и белок не совсем полноценный там если мне не изменяет память не хватает нескольких аминокислот ну и другие аминокислоты по составу несколько ниже чем мясные ну и сывороточный поэтому если ты употребляешь сывороточный белок то тебе необходимо дополнять его еще животным белком или белком там допустим ну опять же это все животный белок сыворотка яичный белок тоже животные все это животный белок ну или добавлять его из пищи потому что в ином случае ты просто получишь скажем так дисбаланс ингредиентов и возможно будешь испытывать определенные проблемы со здоровьем потому что длительное употребление однообразной пищи с недостатком определенных компонентов приводит скажем так нежелательным последствиям какой протеин лучше на этот вопрос конечно ответить трудно потому что для каждого это индивидуальный вопрос как по мне допустим казино вы протеин довольно неплохой яичный хороший но яичный в принципе я и так им очень много яиц поэтому яичный протеин я очень редко покупаю в основном беру или соевый или козынь почему соевый беру потому что я испытываю некоторые трудности с животным белком кстати у вас тоже могут быть такие проблемы ребята когда у вас просто идет не усвоение животного белка из этого может быть несварение вздути и тому подобные проблемы вот но тут еще все зависит от очистки протеина потому что если на заводе его плохо очистили и там содержится допустим нежелательные посторонние вещества то ты можешь испытывать проблемы с клещочно-жигуличным трактом с соевым протеином у меня такого нету поэтому я употребляю соевый протеин как принимать протеин протеин принимать стоит по 30 грамм потому что больше в принципе особо смысла его нет употреблять я в том что ты его еще и так с пищей употребляешь допустим много протеина особенно когда сидишь на сушке ну и плюс еще добавляешь протеин визне вот на диете как бы чем нежелательно его кушать много потому что ты ограничиваешь калорийность рациона поэтому много его как бы не получится здесь на сушке в основном лучше использовать аминокислоты они лучше всего подходят для этой цели чем протеин и протеине кстати очень важно почему нельзя протеина сушки потому что нельзя смотря какой момент сушки период не имею ввиду вот потому что там содержится соль вот и поэтому если ты забираешься допустим сгонять воду перед соревнованиями за несколько дней там допустим то и протеин тоже стоит убирать потому что теперь просто не даст цель воду нормально вот принимать протеин стоит по 30 грамм 3-4 раза в день в промежутках между едой можно еще принимать так допустим утром сразу после сна можно после еды выпить протеин и потом все последующие уже как перекусы можно также утром потом перед тренировкой после робachte и перед сном пить вот такая вот схема обычно и вот еще но она кстати самая стандартная вот и как тренировочный день в нет времени тренировочный день как я уже сказала не употреблять в промежутках между едой то есть пить его нужно каждый день не нужно искупиться на спортивных добавках то есть это такая вещь на которой экономить нельзя вот да и не только это кстати на многие другие что же потому что его нужноusic каждый день если ты его не будешь есть постоянно та эффект будет теряться поэтому чтобы твой организм постоянно получал нужные вещества полезные тебе нужно постоянно принимать протеин там витамины и так далее вот нельзя принимать его там циклами там допустим или там день через день день через два там и так далее потому что мы это ерундовая схема потому что надо постоянно поддерживать свой организм если ты будешь скажем так минимум вложил этот все как и в бизнесе как везде столько ложишь только получишь поэтому никогда на этом экономьте но скажу напоследок такую вещь что спортивное питание это еще не самое главное самое главное это нормальное обычное питание я не веду мясо там каши и так далее то есть самое нормальное домашнее питание это самое лучшее что может быть это чистое сырье которое ты сам приготовил и знаю что из чего она сделана вот и соответственно качество мускулатуры тоже будет намного лучше если ты будешь употреблять нормальную пищу но протеин все равно никогда лишним не будет тяжелее на кислоты карнитин и креатин и так далее это все необходимо поэтому если у тебя есть лишние деньги это то есть само собой разумеющееся надо это покупать и так если тебе все-таки было полезным это мое видео то что я тебе рассказал вот ставь лайки подписывайся на канал всем пока